всем привет доброго дня сегодня у нас складные ножи формат эпического противостояния бенч мейт или спайдерка отстаивать свою жизнеспособность будут две модели спайдерка шаман в стали cpm с 30 в своем классическом плейном исполнении и бенч мейт гриптилин обновленный 550 в стали cpm 20 7 как и почему родилась идея подобного сравнения дело в том что вот буквально совсем недавно я сам стоял перед выбором именно между вот этими двумя ножами очень нравилось и то и другое с бенчем правда в старом пластиковом кузове который к слову сказать меня немало раздражал я был знаком ранее и лично шаман нравился заочно ну и на данном этапе нужно было определиться выбрать что-то одно за шамана хочется отдельно поблагодарить нашего с вами коллегу по цеху по увлечению максима голышева который любезно прислал мне этот нож для ознакомления и как раз уже для принятия решения по покупке в результате гриптилин который вы сейчас видите это уже мой нож шаман я немножечко придержал понятно что с разрешения максима как раз для создания данного ролика максиму спасибо еще раз интриги больше нету мой выбор остался за бенчмейт гриптилин 550 и это при том что в принципе я легко могу назвать себя почитателем ножей компании спайдерка с большим удовольствием пользуюсь парамилий второй это мой нож с недавних пор активно использую эндуру сильно нравится и вот как же так вышло что выбор остался все-таки за бенчем давайте попытаюсь объяснить и аргументировать поехали два сегодняшних конкурента на мой взгляд они легко могут перекликаться по позиционированию давайте вот так лишняя в сторонку сейчас я примерю рядом шаман немного выше 119 миллиметров против 117 шаман немного шире в самом широком месте 41 миллиметра здесь 38 но и мы видим что шаман в целом по силуэту по габаритнее а вот по толщине в профиль бенч впереди здесь 15 миллиметров против 14 но в целом мы видим что габариты в любом случае похожи теперь цена вот оно где настоящее горе я крайне не люблю рассуждать на эту тему но здесь без этого никак сейчас буду объяснять дело в том что вот такой модный бенч сейчас по состоянию на май 2021 года вы можете приобрести в официальной рознице за 19 плюс минус тысяч рублей это немало но spider кошаман по крайней мере то что мне удалось найти шагнул и того дальше ценник начинается внимание от 22 тысяч рублей бабах правда это за версию plane версию в серейтре можно найти подешевле фишка в том что с гриптилином нет дефицита да у официалов нож стоит 19 тысяч но приходи и бери проблем никаких более того у известных продавцов вконтакте или на ганзе можно взять новый вот точно такой же за 14 с половиной тысяч в то время как шамана просто нету днем с огнем и это только вершина айсберга давайте копать глубже и вот с этого момента я постараюсь быть максимально последовательным и объективным пойдем по порядку материалы и там и там рукоять из g10 у шамана ручка гладкая мне показалось даже немножко скользковато у гриптилина есть насечка как по плоскости так и по торцам и удержанию это конечно способствует шаман выполнен в черном цвете гриптилина оформлен в серо-синий накладки здесь конечно во многом вопрос вкуса это классика это разнообразие стиль но как по мне в дизайн и стилистику 550 начиная с подбора цвета создания фактуры все-таки вложено чуть больше но справедливости ради балл за внешний вид за цвета не получит ни один ни другой нож все это остается делом каждого это вкусовщина будем двигаться дальше и вот сейчас начнется самое интересное на клинке шамана использована порошковая сталь cpm s30v соответствующая маркировка сталь понятная проверенная изученная адекватно себя показывает но чего уж там греха таить старенькая в то время как на пятьсот пятидесятом красуется передовой порошок cpm 20 7 аналог m390 сталь которая на порядок выше тридцатки обходит ее по большинству показателей является более дорогой сложный в обработке требует крио и вот как так вышло мне непонятно вообще по исполнению клинка кромка симметрия подводы здесь все прилично и там и там слой от клинка снова на любителя каждому свое финиш тут разный что он ложь сатин однако за более крутую сталь да еще и на более дешевым ноже в кавычках бенчмейт плюс балл конечно же переходим к системам запирания замки тут принципиально разные compression локу спайдерка и access lock у бенчмейт соответственно мне нравится и то и другое но access все же более дружелюбен мне кажется плюс он не предписывает вам быть левшой или правшой ну и я бы все же сказал понадежнее я стараюсь оценивать непредвзято поэтому давайте паритет по замкам ничья бенчик на секунду в сторону а вот шаману хочется сделать замечание для этого возьму крупный план compression лока обратите внимание вот на эту часть для примера рядом возьму парамилю здесь этого нюанса нету маленький торчащий каблучок он же нижняя грань под пальцем раскрытом виде при закрытии каждый раз вот это маленькая казалось бы незначительная пяточка прилетает вам четко в палец что не сильно то приятно честно вам скажу клинок достаточно тяжелый сделайте 20-30 раз поиграетесь денек-другой глядишь желание щелкать ножом туда-сюда отпадет вовсе выглядит это следующим образом вот он удар в палец вот сюда клинок остается в слегка при открытом состоянии но и дальше доводим большим пальцем закрываем в принципе изловчиться можно я пробовал вовремя убирать палец но в любом случае это нюанс это требует времени требует привычки не дает вам гарантии сто процентов что это не будет происходить почему-то на той же парамилле этих вопросов нету здесь все сделали правильно претензий не имею идем дальше механика механика это сильная страна обоих моделей в плане взаимодействия оба ножа доставляют прям как надо все летает шаман более звонкий более сочный четкий флип но сумасшедший тембр звук послушайте вот только из-за этого можно купить этот нож бенч по звуковому сопровождению как на мой вкус поскромнее потише но если взять чисто механическую часть ход клинка у гриппа легче и это при том что поперечного люфта здесь нету совсем подгонка просто превосходная полеты здесь проходит на сверх звуковых скоростях цикл открытия закрытия можно осуществлять быстрее чем у того же шамана по понятным причинам плюс здесь же стоит сказать что бенч дает вам больше вариантов также открытие любыми всеми пальцами за spider hole как и здесь при этом есть вариант стряхивания и открытие закрытие посредством только лишь одного аксесса таким образом отчетливее сочнее вкуснее щелкает шаман это без вопросов а вот ход клинка именно механика мягче у 550 плюс вариативность открытия плюс скорость воспроизведения всех технических процессов плюс отсутствие нюансов по замку который отбивает вам пальцы и вот за все за это как мне кажется бенч мэйд заработал себе еще плюс балл я прошу прощения я уже в пластыре 550 меня побаловал у нас осталось удобство рукояти и клипса давайте сравним начнем с шамана сразу после открытия нож ложится в ладонь вот таким хватом как бы до под пальца и тут же хочется подвинуться поближе дабы убрать ненужный рычаг по сути вот это и есть основной хват этого ножа что подразумевает вот такой хват осмелюсь предположить что мелкую работу что-то подрезать подковырнуть подстрогать тут и большой палец насечку хорошо попадает и вот знаете тут именно подстрогать потому что строгать шаманом с нажимом с давлением с напором долго монотонно у вас вряд ли получится питать иллюзии не надо строй клинка для стружки для для тяжелых работ в целом тут не самый подходящий прямые спуски от обуха в общем-то сами знаете плюс еще и выборка compression лока которая при силовой работе почти сразу начинает огрызаться в ладонь да и хвата под стружку под работу с нажимом тут откровенно сказать нет он просто не предусмотрен для серьезных работ хочется взять нож под определенным углом расположить его в ладони особым образом но ширина рукояти сделать этого не дает точнее взяться то можно но удобно не будет вообще примечательно что основной хвата которым мы говорили чуть ранее то есть хват под тонкую работу наряду с общей шириной клинка обухом 3,8 миллиметра высокими спусками и достаточно толстым сведением в 0,8 делает этот нож абсолютно не лучшим решением в том числе и для выполнения мелких задач то есть что мы имеем рукоять под мелкую работу предусмотрено сделано хорошо а вот клинок под те же самые задачи не подходит что как мне кажется разбивает концепцию этого ножа давайте будем честными на одном популярном канале не так давно слышал я точно не помню но близко к тексту будто бы шаман от спайдерка это одного полиягода с рекон 1 от колд стил будто бы ножи с одной полянки на которой в противоборстве с реконом шаману будет нелегко так вот я в корне не согласен с подобным сравнением появляется рекон 1 это мой нож кладу их рядом если эти два ножа вдруг по какой-то причине окажутся на одной полянки то шамана оттуда вынесут вперед ногами это мое глубокое убеждение вопрос только времени ибо в загородном цикле на первый план выходит надежность а у рекона этого на троих начиная с замка заканчивая конструкции в целом да и в руке рекон сидит понадежнее к слову сказать а в моей так еще и поудобнее не сильно глубоко вдаваясь в детали в плюсы рекону сразу можно записать больше клин больше полезная рка строй клинка объективно лучше приспособлен под тяжелые работы острие надежнее и это ведь еще версия клип-поинт есть вариант спир-поинт где гарантии только добавится рекон утилитарнее стоит в два раза дешевле все это можно было бы сделать темой отдельного выпуска но откровенно говоря не вижу смысла заниматься сравнением несравнимого давайте проводим рекон один с полянки дабы не развить комплексы в других ножах это кстати и гриптилина касается тоже и немножечко поиграем представим что кто-то воспринимает шамана не как утилитаршину не как нож повышенной надежности от компании спайдерка а как вещь например статусную ну а почему бы и нет ценник то солидный и тут наш с вами сегодняшний выпуск посетит еще один герой небезызвестная zt 0562 на самом деле не имеет большого значения можно вести этот диалог без привязки к конкретной модели потому как в эти деньги есть возможность рассмотреть и иные предложения от zero tolerance но если говорить о ценовом сегменте на ценовой ниши то вот это прямые конкуренты вот это и вот это ну а теперь о премиальности не знаю есть ли смысл продолжать же 10 с 30 в против титана карбона к вт в севом снова cpm 20 северик хендер р на борту и так далее по моему даже не стоило начинать с премиальностью ясно ладно давайте вернемся к нашей парочки а то у нас еще и холодать начинает надо успеть чтобы не затягивать несколько слов об удобстве рукояти гриптилин скажу так в то время как шаман предписывает мне определенные хваты бенч мэйд удобен мне любыми действительно любыми как не перехватывайся и построгать и порезать мне хорошо и удобно поэтому за удобство рукояти бенч мэйд плюс балл клипса и система крепления и это еще один балл гриптилину здесь все просто клипса меньше выпирает меньше отходит от корпуса соответственно меньше считывается ладонью при этом абсолютно комфортная адекватная посадка на карман одной рукой и там а там но посадка гриптилина глубже вы все увидите сами вот они два ножа рядом клипса шамана это то что мы наблюдаем уже десятилетиями по сути та же клипса промилле или эндуры все то же самое ничего не меняется в принципе нормально просто бывает и лучше и бенч это нам сегодня показал единственное у 550 клипса покрашена поэтому постепенно может начать облезать резюмировать все сказанное сегодня наверное не имеет большого смысла потому как получилась игра практически в одни ворота при этом если вы зададите мне вопрос хотел бы ты себе такой нож как шаман мой ответ да если вероятность что такой нож как шаман у тебя появится мой ответ снова да но для себя я поставил планку я готов рассмотреть этот нож при условии что это будет порядок цен где-то парамилле 2 мне кажется это будет адекватно во всем остальном у шамана выдался тяжелый день тут еще и рекон вмешался и зато давайте поступим следующим образом если ваша солидарность на стране бенч мэйд как а моя то это большой палец вверх под видео если вы несмотря ни на что остались шаманом соответственно это палец вниз таким образом у нас получится своего рода голосования посмотрим где бенч и где шаман всем спасибо за просмотр лайк подписка колокольчик приходите еще всем до новых встреч всего доброго пока пока мэйд мэйд